Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки. Сегодня мы будем слушать две сказки «Страшная коза и гуси». Итак, страшная коза. Жили себе дед да баба, а у них была дочь. Купил себе дед козу и велел дочери пасти. Вот дочь посла целый день, вечером напоила и гонит домой. А дед сел у ворот и спрашивает у козы. Коза моя козочка, ела ли ты, пила ли ты? А коза ему в ответ. Нет, дед, не пила я и не ела. А как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек. А как бежала через гребельку, ухватила воды капельку. Только пила я и ела. Рассердился дед на дочь, прогнал ее из дому. А на другой день велел своей жене козу пасти. Пасла баба козу до самого вечера. А вечером напоила и гонит домой. Дед опять сидит у ворот и спрашивает. Коза моя козочка, ела ли ты, пила ли ты? А коза опять запела в ответ. Нет, дед, не пила я и не ела. А как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек. А как бежала через гребельку, ухватила воды капельку. Только пила я и ела. Рассердился дед на бабу, прогнал ее из дому. На другой день пошел дед уже сам козу пасти. Пас целый день. Вечером напоил и погнал домой. А сам забежал вперед. Сел у ворот и спрашивает у козы. Сыта ли ты, козочка? Сыта ли моя милая? Коза сдуру и ему ту же песню запела. Не пила я, дед, и не ела. А как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек. А как бежала через гребельку, ухватила воды капельку. Только всего пила я и ела. Рассердился тут дед на козу, привязал за рога к воротам и стал козу резать. Резал, резал, ножик и ступил, побежал в кузницу точить. А коза оторвалась и убежала в лес. Бежит коза, назад не оглядывается. Видит, зайчья избушка стоит. Бежала коза в избушку. А зайца-то дома нет. Забралась незваная гостья на печь. Да, там и засела. Прискакал зайчик домой. Слышит, кто-то на печи ворочается. Вот зайцы спрашивают. Кто? Кто в моей избушке? А коза с печи. Я коза-дереза. Полбока луплена. За три гроша куплена. Тупу-тупу ногами. Сколю тебя рогами. Ножками затопчу. Хвостиком замету. Испугался зайец. Думает, что за зверь такой? Невиданный на печи сидит. Убежал зайец из дому. Сел на берегу и плачет. Идет волк и спрашивает. О чем, зайка, плачешь? Так и так, говорит зайец. Поселился в моей избушке. Неслыханный зверь. Негде мне зайцу жить теперь. Волк и говорит. Не плачь, зайка. Я этого зверя тебе выгоню. Подошел волк к избе и спрашивает. Кто? Кто в зайке на избушке? А коза с печи. Я коза-дереза. Полбока луплена. За три гроша куплена. Тупу-тупу ногами. Сколю тебя рогами. Ножками затопчу. Хвостиком замету. Испугался волк. Давай, бог, ноги. Вот опять сидит зайец под березкой и плачет. Идет мимо медведь. О чем ты, зайка, плачешь? Зайка рассказал и медведю про свое горе. А медведь и говорит. Не плачь, зайка. Я этого зверя тебе выгоню. Пошел к избе и рявкнул. Кто? Кто? Кто в зайке на избушке? А коза с печи. Я коза-дереза. Полбока луплена. За три гроша куплена. Тупу-тупу ногами. Сколю тебя рогами. Ножками затопчу. Хвостиком замету. Испугался медведь. Никогда о таком звере он не слыхивал. И убежал в лес. Сидит опять заяц под березкой и плачет. Идет мимо петушок. Масляна головка, шелково-бородушка. Кук-карику! Зайка, о чем ты горюешь? Заяц и петушку рассказал про свою беду. Не плачь, зайка, говорит петушок. Я тебе этого зверя выгоню. Где тебе выгнать, петушок? Волк гнал, не выгнал. Медведь гнал, не выгнал. Где уж тебе, петуху, такого неслыханного зверя выгнать? А вот я-то и выгоню, отвечает петух. Влетел в избу. Встал на пороги. Да как гаркнет во всю мочь. Кук-карику! Кук-карику! Иду на ногах в красных сапогах. Несу, несу косу, тебе голову снесу. По самые плечи полезай-ка с печи. Перепугалась коза. Брякнулась с печи на пол и убилась. А зайчик с петушком поселились в избушке. Стали жить да поживать, да добра наживать. И вторая сказка «Гуси». Итак, жил старичок со старушкой. Были у них дочка да сынок маленький. Собрались старики в город и приказывают дочке. Мы пойдем, дочка, в город. Принесем тебе булочку. Купим платочек, а ты будь умна. Братца береги, со двора не ходи. Ушли старики. Девочка посадила братца на травку под окном. А сама побежала на улицу и заигралась. Налетели гуси, подхватили мальчика и унесли на крылышках. Прибежала девочка, глядь, нет братца. Кинулась туда-сюда, нету. Кликала девочка, кликала братца, не откликается. Выбежала в чистое поле. Вдали метнулось гусиное стадо и пропала за темным лесом. Верно гуси унесли братца, подумала девочка и пустилась гусей догонять. Бежала девочка, бежала, видит стоит печка. Печка, печка, скажи, куда гуси полетели? Съешь моего ржаного пирожка, скажу. А девочка говорит, у моего батюшки и пшеничные не едятся. И побежала дальше. Бежит девочка дальше и видит, стоит яблоня. Яблоня, яблоня, куда гуси полетели? Съешь моего лесного яблочка, тогда скажу. У моего батюшки и садовые не едятся, сказала девочка и побежала дальше. Бежит девочка и видит, льется молочная речка, кисельные берега. Молочная речка, кисельные берега. Скажи, куда гуси полетели? Съешь моего простого киселька с молочком, тогда скажу. У моего батюшки и сливочки не едятся. И побежала девочка дальше. Долго бы пришлось бегать девочке, да попался ей навстречу еж. Хотела девочка ежа толкнуть, побоялась на колодце и спрашивает. Ежик, ежик, куда гуси полетели? Ежик и показал дорогу девочке. Побежала девочка по дороге и видит, стоит избушка на курьих ножках. Стоит, поворачивается. В избушке сидит баба яга, костяная нога, морда глиняная. Сидит и братец на лавочке у окошка, золотыми яблочками играет. Подкралась девочка к окну, схватила братца и побежала домой. А баба яга кликнула гусей и послала их за девочкой в погоню. Бежит девочка, а гуси совсем ее нагоняют. Куда деваться? Прибежала девочка к молочной речке с кисельными берегами. Реченька, голубушка, укрой меня! Съешь моего простого киселика с молочком. Похлебала девочка киселика с молочком. Тогда речка спрятала девочку под крутой бережок, А гуси мимо и пролетели. Выбежала девочка из-под бережка и побежала дальше. А гуси ее увидали и опять пустились в погоню. Что делать девочке? Прибежала она к яблоньке. Яблонька, голубушка, спрячь меня! Съешь моего лесного яблочка, тогда спрячу. Нечего девочке делать. Съела она лесного яблочка. Яблонька закрыла девочку ветками. Гуси и пролетели мимо. Вышла девочка из-под яблони и пустилась бежать домой. Бежит, а гуси опять ее увидали. И ну за ней! Совсем налетают, крыльями над головой машут. Чуть-чуть добежала девочка до печки. Печенька, матушка, спрячь меня! Съешь моего ржаного пирожка, тогда спрячу. Поскорей съела девочка ржаного пирожка и залезла в печь. Гуси пролетели мимо. Вылезла девочка из печки и пустилась домой во весь дух. Гуси опять девочку видали и опять погнались за нею. Вот-вот налетают, крыльями по лицу бьют. Того и гляди, братца из рук вырвут. До изба-то была уже недалеко. Бежала девочка в избу. Проворно двери захлопнула и окошки закрыла. Покружились гуси над избой, покричали, да так ни с чем и полетели к побеге. Пришли домой старичок и старушка. Видят мальчик дома, жив и здоров. Подарили девочке булочку и платочек. Вот и сказкам конец. А кто слушал, молодец! Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии, жми на колокольчик и заглядывай в описание под видео. До встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok